Привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Кристина. Сегодня мы поговорим про пустые баночки ноября. Если любите такие ролики, то обязательно оставайтесь приятного вам просмотра. Не забывайте подписаться на мой канал, а также нажать на колокольчик, чтобы мы с вами не потерялись. И заглядывайте в мои социальные сети, там меня больше, там куча интересного контента. Тем более сейчас наступил декабрь, это самое время разных адвентов. Я сделала адвент новогодних фильмов, а также в моей группе ВКонтакте я выкладываю каждый день какие-то приятные адвент строчки. Например, там сходить погулять сегодня в снежном лесу, завтра это посмотреть фильм очень плохие мамочки 2, или испечь имбирные печенья и приготовить нежный кремовый какао. Ссылки на все будут в описании. Ну что, я поздравляю вас с началом зимы, а это самое время подвести итоги ноября. То есть пустые баночки. Не будем затягивать, поехали! Сегодня я решила начать в нестандартном порядке, поэтому уход за лицом. Во-первых, закончилась пенка от чистой линии, которую я покупала в отпуске из-за ее маленького размера. Она в целом, ну, на 5 из 10. Мне она не очень понравилась, потому что у нее отталкивающий для меня аромат, но она нежненько очищала. При этом мою жирную кожу, она немножко пощипывала в конце, что мне не очень понравилось. Здесь 100 мл хватило мне на 2 месяца ежедневного практически использования. Когда у меня появилось 3 умывалки, я уже вот эту использовала каждое утро, а вечером использовала гидрофильное масло. И вот она поэтому у меня так долго использовалась. Мне кремовая текстура не очень нравится вообще жирной коже. Пенки, вот такие вот пенки-молочко не очень подходят. Но, тем не менее, свежесть и увлажнение, кстати, свежесть была действительно хорошая. А увлажнение, на мой взгляд, для жирной кожи так себе. Хотя пенка подходит для всех типов кожи. Ну, ставлю ей 5 из 10. Вообще, она, наверное, в районе 130 рублей стоит. Кстати, так подорожало, да, чистая линия. Раньше такую можно было взять рублей за 60-70. Второе средство это дневной крем от Stellaris Skin Studio. Линейка у меня это глубокое увлажнение с гиалуроновой кислотой. Есть еще ночной, он, кстати, тоже на подходе. Думаю, в декабре я вам его покажу. Дневной кончился побыстрее. У него приятный и легкий аромат, но он, кстати, тоже на любителя. Легкая, нежнейшая текстура, быстро впитывается и классно увлажняет лицо. Если ищете что-то бюджетное в районе 300 рублей, то обращайте свое внимание. Можно купить магнит-косметик. Возможно, сейчас еще и на маркетплейсах они появились, но я беру вот только там. И чаще всего это в какие-то бьюти-дни, потому что это выгодно. И интересная акция, кстати, всегда на косметику Stellaris. Очень удобный, плотный механизм выдачи крема. Маленькое отверстие, через которое подается продукт, и он действительно подается столько, сколько его нужно. Хороший могу вам рекомендовать. Ставлю ему 8 из 10, потому что пробовала средства круче. И как-то мне подруга отдала вот такой вот маленький пробник от Jomtime, наверное, называется фирма. Это сыворотка. Очень мне понравилась. Это азиатская. Возможно, даже не сильно дорогая. Надо посмотреть. Если найду, вам обязательно оставлю. Здесь было 2 грамма. Мне хватило на один раз. Быстро впиталось. И, кстати, очень классно проявила себя уже за один раз. Мне понравилось ее увлажнение. Так что могу вам рекомендовать. Если где-то вам дают такой пробник, то с удовольствием берите, пробуйте. Если он на переносимость вам подойдет, то можно, в принципе, брать полноразмерный продукт, потому что жирной коже подошло хорошо. Теперь давайте уход за волосами. Также 3 средства. В ноябре, кстати, мало средств у меня заканчивалось, что не может не радовать, потому что будет короткий ролик. Во-первых, закончился шампунь. Давайте начнем, наверное, с твердого шампуня, который я, по-моему, кстати, с собой и на море брала. Я такие использую по 3 месяца, если не больше. Очень мне нравится. Это Greenway. Я попробовала много разных, но пока кокосовый у меня на первом месте. Этому я, наверное, ставлю 7 из 10. Твердый шампунь вообще у Greenway. Это отвал всего. Потому что они компактные, очень экономичные, очень удобные в перевозке, в переноске. И они классно прочищают волосы. Волосы потом такие легкие, рассыпчатые. В этот раз я взяла увлажняющий с манго. Если честно, увлажнения особого я не заметила. Но очищает он хорошо. Где-то рублей 350 стоит такой кусочек. А здесь, по-моему, 50. Да, 50 грамм. Рекомендую. Но, если что, кокосовый рекомендую больше. Пробовала много разных, как вы можете заметить, по пустым баночкам. И продолжаю пробовать. Но пока, кстати, у меня нет другого на смену. Я использую сейчас тот, что покажу вам в покупках косметики в следующем ролике. Не знаю, когда будет покупки косметики. Потому что декабрь это такой зимний предновогодний месяц, который я посвящаю только новогодней тематике. Но посмотрим, может и впишутся где-нибудь дополнительным роликом покупки косметики. Второй шампунь, который закончился, это Планета Органика. Линейка Тики Ту. Брала Бразилию. Сейчас я положила глаз на другую Тики Ту. Но пока не купила. Потому что у меня есть от Фаберлик новый шампунь. И я не хочу плодить много разных банок. Тем не менее, у меня есть желание, что я его хочу купить. Посмотрим. Закончился восстанавливающий кондиционер для волос. Кстати, это кондиционер, а не шампунь. Здесь 400 мл. В районе 400 рублей такая баночка стоит. Но можно по акции найти и за 270, наверное. Я последний раз видела. А то и за прекрасный, прелестный аромат влажных лесов в Бразилии. Что не может не радовать. Но мне кажется, еще немножко пахнет Кока-Колой. Может, конечно, это последствия ковида. Что разные ароматы, мне кажется, по-разному. Но, тем не менее, аромат очень приятный. От волос потом пахнет классно. И здесь, значит, надо было держать парочку минуток на волосах. У меня был такой же шампунь в прошлых пустых банках. Ссылку на который я оставлю вам в описании. А также будет в конце ролика плейлист. Вы можете полистать, посмотреть. Там очень много крутых рекомендаций, действительно. Кондиционеру я ставлю 9 из 10. Мне понравился. Я не пробовала профессиональный. Возможно, если бы я попробовала какой-то профессиональный кондиционер или бальзам, я тогда ставила бы оценки масс-маркету намного ниже. Но пока из масс-маркета я ставлю 8 из 10. Я же сказала 8. Если что, 8 из 10. Классно увлажнял. Классно напитывал маслами. И волосы были блестящие, мягкие, легко расчесывались. Супер. И последний продукт в этой категории. Это от маски той же фирмы Планета Органика. Тикиту Бразилия. Экстра восстанавливающая маска. Она мне нравится. Она была чуть плотнее кондиционера. Но при этом мягкая, обволакивающая. Я ее держала на волосах где-то минут 5-7. Затем смывала. И уже наносила после нее только термозащиту. Когда сушила волосы. То есть, дополнительно никакой уход не наносила. Волосы были мягчайшими. Такими гладкими. Очень классная. Я вам рекомендую. Обязательно возьму себе еще. Попробую, может, какую-то другую именно тикиту. Но пока это один из моих фаворитов. Здесь 300 мл. В районе также где-то 400 рублей. Баночка стоит. И ставлю ей 8 из 10. Также пробовала маски круче. Но это одна из лучших. Следующая категория. Это БАДы витамины. Я вам показывала в прошлом видео. Коллаген в капсулах с витамином С. От компании Lift2Go. И, естественно, я повелась на рекламу блогеров. И купила сначала себе порошочек. Как обычно, ссылки я вам оставлю на посты, которые я писала о данной косметике. Но что-то мне подсказывает, что я практически ничего не писала в последнее время. И про то, что я вам сегодня показываю, наверное, тоже нет. То есть, смотрим, поищем. Тем не менее, ссылки на Marketplace, где я все заказывала, я вам обязательно оставлю. Средние капсулы. Нужно было пить по 5 штучек. И эта баночка на 1 месяц рассчитана. Здесь 30 капсул. Стоп. Здесь 150 капсул на 30 дней. Стоил, по-моему, в районе 400 рублей. Ставлю ему 10 из 10, потому что я люблю коллаген. Он действительно очень хорошо укрепляет ногти, увлажняет волосы. Он подтягивает кожу, делает ее сияющей. Я практически без перерыва пью. И, наверное, в декабре себе закажу. Давненько я не заказывала. У меня в корзине-то есть. Но почему-то я не заказываю. Я еще для себя открыла, что есть лифт-у-го с ягодами. Хочу попробовать его в виде порошка. Поэтому скоро, я думаю, вы его увидите у меня. Уход за телом. Кстати, опять три средства. Во-первых, закончится гель для душа от Дав. С нежнейшим ароматом объятий, фисташки и магнолии. Такой приятный аромат. Восхитительный. И если вы его попробуете, от вас будет потом пахнуть такой нежностью. С ноткой цветочной. И, опять повторю, это слово нежный. Очень хорошо очищает и делает кожу нежной-нежной. Вы будете потом самой мягкой в своей жизни, наверное. Я обожаю гели для душа Дав. Если я вижу их по акции, то обязательно беру. Этот стоил в районе 300 рублей. Вообще, они сейчас по 400-то и больше стоят. За вот такую маленькую баночку 250 мл. Но если я вижу где-то по акции, то я обязательно беру. Потому что это нежность-нежность. Обожаю вообще гели для душа Дав. Кто их придумал, большой-большой респект. Ставлю 10 из 10. И аромат меня покорил. Крем для рук закончился. Бархатные ручки. Интенсивность троечка. То есть, это очень быстрые впитывания. 1-2 я даже рассматривать не буду. Потому что там, ну, вода водой. 3 уже куда ни шло. Такой более легкий. Я люблю текстуры 3-4 у бархатных ручек. Они самые такие для меня комфортные. 5 это уже слишком питательный крем. Я люблю, когда полегче. И когда пленки не оставляют. Я выбрала себе комплексный уход. Давненько я покупала этот крем. Но в какие-то разные моменты, на праздники мне дарили много кремов. Поэтому вот только сейчас я его закончила. Ходовой такой вариант. Ставлю ему 9 из 10. Потому что я люблю больше четверочку. Поэтому 9. Приятный нежный аромат. Свойственный бархатным ручкам. Обязательно повторю. Какой-нибудь, может, другой возьму. Мне еще нравится Макадамия у этого бренда. Поэтому обращайтесь во внимание. Если будете кому-то дарить в подарочке кремы. То предлагаю вам именно бархатные ручки. Это один из самых вообще бюджетных и классных брендов. Мне кажется, в районе 70 рублей. Такой крем может уже и дороже. Потому что покупала я очень давно. Вот этот крем мне дарили. Но я его также кому-то в подарок покупала. Бархатные ручки. Лимитированная коллекция. Линейка основной уход. Код мистер наоборот. Называется эта линейка. Здесь 45 мл. И стоит тоже в районе 60-70 рублей. Такой малыш. Ставлю ему 80-10. Потому что я люблю больше классику. Но, кстати, текстура у него была примерно вот как четверка. Очень мне нравится. Но аромат был слишком парфюмированный. Для меня я больше люблю нежные кремовые ароматы. Поэтому вот снижаю оценку. А так он действительно достойный. Не скажу, что экономичный расход. Я его использовала на работе постоянно. И мне нравилось. Парфюм. Здесь у меня закончился пока один. Я вам рассказывала, что мне подарила подруга две миниатюры по, наверное, 2 мл. И это у меня Нобили 1942. Покажу вам его в макросъемке. Вы увидите его полное название. Обалденный. Такой богатый. Не тяжелый. Мне показалось, это не тяжелый аромат. Он очень подходил мне именно на работе. А также я вот ездила на конференцию. Там наносила этот аромат. Мне кажется, он так тонко вписывался. Золотой аромат. Он такой вот прям прекрасный для меня был в момент осени. Очень мне понравился. Уход за зубами. Здесь одна лишь паста от Рокс. Биокомплекс. Активная защита. Знаете, мне показалось, что кофе очень сильно стало крашивать мои зубы. И я решила, что я буду покупать отбеливающую пасту. Это моя вот... Нет, не последняя. Еще у меня там заканчивается уже комплексный уход, укрепление. Это все, что я люблю, конечно. Но хочется сейчас попробовать отбеливание. Посмотрю, поставлю опыт. Паста 75 миллилитров. Она была белая, очень приятная по вкусу. Не жгущая полость рта. И отлично очищала зубы. При этом она комплексный уход, думаю, обеспечивала. Вообще пасты Рокс мне нравятся. Ставлю 9 из 10. И она, наверное, в районе 300 рублей стоит. Так что обращайте свое внимание. Если любите простые белые мятные пасты, то это ваш вариант классический. Последняя категория. Это уход за домом. Здесь два средства. Во-первых, мой фаворит. Бренд Фри. Порошок, который является кислородным отбеливателем. Здесь был 1 килограмм. Я заказываю без перерыва. У меня уже один подходит к концу. Я заказываю второй. Моя вторая упаковка. Скоро третья уже появится у меня в ролике. Делаю им все. Недавно у меня убежало молочко на парочной поверхности. Я его использовала тоже. Он очистил шикарно. Чайники очищают отлично. Утюги. Всю бытовую технику, которую куда-то надо что-то заливать, где копится накипь, просто идеально справляется. Кстати, я не пробовала на своем увлажнителе. Надо попробовать. Помните, я много раз рассказывала, что он у меня очень проблемный. Поэтому попробую, наверное. Лишь бы от кипятка он не лопнул, колба сама. Очень классное средство. Нужно заливать его кипятком. И он супер круто убирает вещи с пятен. Но бывает, что и портит вещи. Это надо обязательно учитывать на свой страх и риск. Какие-то супер дорогие сердцу вещи. Не знаю, делать или нет. Но вот испортила спортивный костюм. А то едва расстроилась. А все остальное он делал у меня шик да блеск. Все отстирывает вообще. И кровь, и траву, и жирные пятна. Суперский продукт. Это 10 из 10. Могу вам рекомендовать. По-моему, 400 рублей стоит 1 килограмм. Но это реально того стоит. И последний продукт. Это Ласка. Гель для стирки, восстановления и уход. Выбрала себе самый большой объем, который бывает. 4 литра, 1000 рублей он стоит. И я его использовала, кстати, быстрее, чем красный. Мне показалось классический вариант. Аромат поярче, чем у красного. И все равно он приятный. Мне нравится, в принципе, как пахнет у геля для стирки. Ласка. Можно я его из кадра уберу, а то он заслоняет мне тут все мои красивые декорации цветы. Очень хорошо отстирывал. Я его взяла именно для того, чтобы стирать все виды тканей. И темные, и светлые, и цветные, и шерсть, и шелк. И все-все-все на свете. Отстирывал все очень хорошо и замечательно. Мне понравилось. Я для себя открыла гели для стирки, мне кажется, год назад. И все еще пою дифирамбы. Им классные средства. Могу вам рекомендовать. 10 из 10 у меня гели. А этому я, наверное, поставлю все-таки где-нибудь 8, а то и 7. Потому что, ну вот, например, красный мне понравился больше. Как-то вот он ярче аромат оставлял. И вещь, кстати, после гелей намного мягче, чем после порошка. На сегодня это все. Я надеюсь, вам понравился данный ролик. Если так, не забудьте оценить его пальцем вверх. С вами была Кристина. Встретимся с вами в следующем новогоднем каком-нибудь классном ролике. Так что подписывайтесь и ставьте колокольчик. Желаю вам хорошего настроения. Такого вот предвкушающего зимнего новогоднего. И до скорых встреч. Пока-пока.